Встреча с Великобритания 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 Дешевое и более экологически чистое топливо тоже поступает в область с перебоями. В это же время в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что такого быть не должно. Так это или нет, выяснял Роман Копняев. Сейчас в области из 180-тысячного автопарка газ используют около 2000 машин. Это чуть больше 1%. Хотя в соседних, Мангистаусской и Атыраусской областях этот процент намного выше. К экономии бензина и защите экологии призывают и исполнительные органы. Мы эту работу проводим, но особой активности не видим. Ни у тех, кто занимается перевозкой автобусами, ни у частных водителей. Потому что особого стремления нет у нашего населения. Но тем не менее мы прорабатываем этот вопрос. Перевод на компримированный газ или на сжиженный газ. Многие перевозчики уже перешли на газ. Но перебои с его поставкой вынуждают водителей вновь заправляться дорогим и дефицитным бензином. Сейчас в городе у нас перебои с поставкой газа. То есть ребята не всегда могут заправиться газом. Разговаривали мы с руководством, разговаривали, почему так конкретного ответа нам не дают. Водители тоже говорят, что газ в области есть, но не для всех и не всегда. На заправку газа нету. В седьмой месяц ровно нету газа. То есть, то нету. Два-три раза заправляемся. Основным подъезжаешь и то по талонам, по талонам, по талонам. И все, больше нет ничего. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что ежемесячно в области потребляют 800 тонн газа. И дефицита топлива нет. В текущем году на оказание услуг инвалидам из местного бюджета выделено 123 миллиона тенге для реализации 9 проектов. Сюда входят расходы на инво-такси, на проезд для взрослых и детей-инвалидов по зрению, также для инвалидов-колясочников и другое. На сегодня уже все проекты успешно реализованы. Также в этом году позаботились и о лицах без определенного места жительства. Если брать аналогию за прошлый год, тогда было реализовано 7 проектов на сумму 73 миллиона тенге. У нас работает центр адаптации для людей без определенного места жительства. И на базе центра адаптации у нас реализуется еще один социальный проект. Это государственный социальный заказ, это организация буфета на колесах. Мы уже шестой год организовываем данный вид работы. Значит, это кормление людей без определенного места жительства в холодное время года. На эти цели у нас выделено в этом году 1 миллион 800 тысяч тенге. В Ледовом дворце Уральска началось первенство Республики Казахстан по шорт-треку среди детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов. На соревнования приехали команды из 7 областей и более 100 участников. Подробнее расскажет Анна Мардвинчева. Первенство Республики проходит по четырем возрастным категориям от 9 до 17 лет. Участники приехали со всего Казахстана. Из Астаны, Алматинской области, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Атыраусской, Кустанайской областей. Три дня спортсмены будут стараться показать свои лучшие результаты. Этот чемпионат является командным. Здесь идет командный подсчет. Планируем занять второе место. Будем стараться на первое. Спортсмены, в общем, подготовленные. Мы только неделю назад приехали с Кубка РК, который проходил в городе Караганде. Сейчас мы подготовились. Думаю, выступим достойно. Почему на второе не на первое? Планируем второе, выиграем первое. Одной из стартовых площадок развития шортрека в Казахстане стал Уральск. 63 страны практикуют и развивают этот вид спорта. А в Олимпийских играх участвуют всего 8 команд. На последней Олимпиаде в Сочи казахстанская сборная вышла в финал и заняла пятое место. После этого, по словам государственного тренера по шортреку Республики Казахстан, начался массовый приход детей. Но условия детских спортивных школ и бюджет остался прежним. Инвентарь так и не обновился. И радостно сказать, что в нашем полку прибыло, мы не можем. По его словам, как было 6 областей, так и осталось. Вот сейчас начинает успешно развиваться шортрек в Атраусской области и Шимкенской. По сравнению с теми годами, когда здесь формировалась команда шортрека, здесь, конечно, сейчас работа намного хуже стала вестись. Нет такой массовости. Это, наверное, отчасти от того, что инвентарь устарел. Вот эти маты тоже уже постарели. Нужны новые формы работы, нужны кадры, а у нас их нет. Нужна экипировка должная. И самое главное – внимание от руководства, от акиматов областей и городского. Во многих областях нашей страны есть ледовые арены, но не во всех есть спортивное оснащение. В связи с этим нет тренировочных баз для шортрека. Наш уральский лед выпустил 10 мастеров спорта международного класса, которые и по сей день показывают хорошие результаты. Неделю назад наши спортсмены приехали с Кубка Республики, где показали неплохие результаты – два золота, два серебра и три бронзы. На этих соревнованиях у них больше шансов показать лучший результат. И домашний лед, и подготовка на прошлом турнире, и болельщики свои. Я хочу на этом соревновании достичь первого места. У меня уже есть кандидат в мастера спорта. Планы на будущее стать олимпийским чемпионом. Мы надеемся, что этот вид спорта в нашей области не умрет и начнет набирать прежние обороты. И в скором времени на педестале будут стоять воспитанники нашей области. Анна Мордвинчева, Монорбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова